МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. Меня зовут Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Мосты сведены в Санкт-Петербурге. Завершился международный экономический форум. Каковы итоги для Республики? Век на страже. Пограничные войска отмечают 100-летний юбилей. Время помогать. В Чебоксарах прошел благотворительный концерт Антона и Виктории Макарских. В Санкт-Петербурге подводят итоги международного экономического форума. Уже подсчитано, что в его работе приняли участие свыше 15 тысяч человек и подписаны многомиллиардные контракты. Новыми договоренностями в городе на Неве обзавелась и Чувашия. Все подробности официального визита обсудили сегодня в Доме правительства. Экономический форум в Санкт-Петербурге в этом году проходил под девизом «Создавая экономику доверия». Глава региона поручил детально проанализировать его итоги. Деловая программа нацелена на реализацию стратегических задач, озвученных президентом. Мы слышали высказывания мировых политических деятелей, как нужно, выстраивая доверие и уважение к членам команды, потому что без командной работы не получим мы тех результатов, нужно организовать работу так, имея человеческие отношения, и добиться тех результатов, которые мы ставим перед собой. Они непростые. Для того, чтобы реализовать эти мероприятия, нужно подходить очень ответственно, очень завершенно. В центре внимания властей и рейтинг инвестиционной привлекательности. Республика в десятке лучших субъектов. За прошедший год в регионе было сокращено время регистрации прав. Стало проще встать и на кадастровый учет. Но предприниматели остаются недовольны услугами Минстроя. Потом по системе подключения к электросетям ухудшились показатели. Колица запрошенных документов. Это вообще 0,99 было, 3,5. Все запрашивают бумаги. Прошу здесь критически подойти к оценке своей работы. И здесь практически все карты в наших руках. Экономика республики нуждается в притоке инвестиций. На полях форума глава региона сверил часы с руководителями крупных корпораций, реализующих масштабные проекты. Касаясь Виктора Виксельберга, который попал в санкционные спицы, на сегодняшний день, по его словам, он не сокращает те инвест-программы, которые на площадке Химпрома предусмотрены. По модернизации завода Хивель, это один единственный завод, рынок хороший для него. По строительству теплицу все плавя, никаких вопросов нет. Дмитрий Николаевич Патрушев, новым министром, я тоже пообщался. В принципе, он нас помнит, он приезжал сюда не один раз. И с этой точки зрения, здесь касаясь уже работы Минсельхоза, касаясь Россельхозбанка, дальше нужно буквально работать. В инвестициях остро нуждается и социальная сфера. Как развивать модели государственно-частного партнерства, участники форума обсудили на деловом завтраке. В соответствии с указом президента о национальных целях до 2024 года необходимо обеспечить глобальной конкурентоспособностью российского образования и вхождение Российской Федерации в десятку мировых стран по качеству общего образования. Сегодня на уровень регионов переданы в основном региональные полномочия в части проведения этой социальной политики, но переданы без денег, без финансирования. Пока проекты частного государственные недостаточно диверсифицированы и недостаточно представлены именно в социальной и образовательной сфере. На форуме республика обзавелась целым рядом договоренностей. Были подписаны документы с двумя крупными банками и трехстороннее соглашение, которое позволит реализовать программу «Жизненный цикл экспортных проектов». Соглашение подписано. Кроме протокольных мероприятий, десятки рабочих встреч. Экономический форум собрал в северной столице гостей из более чем ста стран. Среди участников и члены правительства России. Для представителей регионов это возможность обсудить актуальные и волнующие вопросы. Переговоры с руководителями федеральных ведомств провел и глава республики. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев и Андрей Шоклев. Республика. Сегодня правительство Чувашия рассмотрело и одобрило второе уточнение республиканского бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года. С учетом поправок доходная часть республиканского бюджета увеличивается на 1 миллиард 400 миллионов рублей. Расходы консолидированного бюджета в 2018 году с учетом текущего уточнения составляют более 57 миллиардов рублей. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что существенно увеличивается финансовая помощь муниципальным образованиям. Межбюджетные трансферты составят более 19 миллиардов рублей, что на 18% больше уровня 2017 года. Мы вот когда ездили по муниципальным образованиям, когда подводили итоги социального экономического развития Чувашской республики, мы озвучили расшетные цифры. По факту мы отработали с федеральными министерствами, отдельные решения через правительство Российской Федерации проходят. И практически у нас снижений нет по факту с ростом на 17,1%. Касаясь отношения с муниципальным образованием, хочу отметить, что финансовая помощь муниципальным образованиям оказывается в этом году на сумму 19,2 миллиарда рублей. Это с ростом на 18,7% в уровне 2017 года. Кроме этого, 930 миллионов направят на сферу здравоохранения. При этом, с учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, расходы увеличиваются на здравоохранение на 2,8 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем факт 2017 года. С учетом территориального фонда обязательного медицинского страхования, расходы на здравоохранение в целом составят по 17,2 миллиарда рублей. Достаточно серьезную сумму увеличивается на 547 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и на приобретение оборудования. Также в рамках принятого уже приоритетного проекта, это охрана репродуктивного здоровья мужчин и активно-социальное долголетие в Чувашской республике, на реализацию данного проекта выделяется 46 миллионов рублей. Наибольшее же увеличение государственной поддержки предусматривается в сфере образования. Рост составит 1,5 миллиарда рублей. Более 320 миллионов рублей планируется направить на повышение зарплаты работников образования. В области физической культуры и спорта дополнительно выделяются 90 миллионов рублей на строительство и капитальный ремонт ряда спортивных учреждений. 45 миллионов рублей закладывается в бюджет на приобретение лесопожарной техники. Каждый бюджетный рубль должен быть направлен на повышение качества жизни населения и на улучшение социального самочувствия и выполнение наших взятых обязательств. Таким образом, с учетом вносимых изменений, параметры республиканского бюджета Чувашии на 2018 год составят по доходам более 47 миллиардов рублей, по расходам почти 49 миллиардов рублей. След Никиты Колесникова вновь тянется в Чувашию. Недавно стало известно об активах экс-руководителя группы компаний САВА в республике. Так, в частности, два общества с ограниченной ответственностью – Роспан и Мехстрой Транс, бенефициаром которых является Колесников, имеют земельные участки в регионе. Глава Чувашии потребовал разобраться, как похитивший многомиллиардные суммы бизнесмен продолжает деятельность в республике. Фирма Роспан, ООО «Мехстрой Транс» имеет 19 земельных участков общей площади 70 218 квадратных метров. 22 земельных участки имеют Мехстрой Транс 154 416 квадратных метров. Причем к фирме Роспан власти республики предъявляют немало претензий. Общество с ограниченной ответственностью по-прежнему отстает от графика при возведении жилого дома в Научебоксарске. Разрешение на строительство не раз истекало и продлевалось. Год эксплуатации данного жилого дома планируется в этом году. Но, срагаю, не ведется этот дом. Оценивайте ситуацию. Напомним, что Никита Колесников стоял во главе группы компании «САВА», которая в общей сложности вывела из республики более 7 миллиардов рублей. Это и обманутые дольщики, и недостроенный отель «Сувар», и многое другое. В отношении него сейчас возбуждено новое уголовное дело о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий «Эрмитажа». Еще одна проблемная тема – строительство жилого дома на территории 27-й Чебоксарской школы. Местные жители жалуются, что объект возводят в нескольких метрах от детского сада и обращаются к главе региона с письмом. Когда они тебе пишут, наше мнение игнорируется, искажается, протоколе заключения слушаний и все остальное. Мнение игнорируется, результаты общественных слушаний искажаются и так далее. Понимаете, нет, юридические такие слова, они просто режут. Прошу обратить внимание, если приостановить отдельные там мероприятия, то надо приостановить. Михаил Игнатьев поручил городским властям разобраться в ситуации. Мы ввели судебные тяжбы, но тем не менее предприниматели хотят получить разрешение на строительство, и все документы для получения у них имеются. Жители категорически против. В итоге действия администрации правоохранительными органами могут расстояниться с препятствиями предпринимательских деятельностей. Поэтому по таким вопросам хотел бы попросить организовать отдельную площадку для обсуждения и выработки позиций с контрольно-назорными органами. Сто лет. Именно столько в этом году исполняется Общероссийскому профсоюзу работников Госучреждений России. Председатель организации Николай Водянов приехал в столицу Чуваши. С ним встретился глава региона. Надежность, проверенная временем. Так звучит слоган профсоюза работников Госучреждений России. Это одна из самых больших организаций в стране. До одного миллиона участников ей не хватает совсем немного. Кстати, Чувашский филиал профсоюза тоже в числе лидеров. Показатели роста, которые демонстрирует ваша организация на территории вашей республики, они выше, чем в профсоюзе в целом. Это одно из лидирующих мест. Нужно сказать, что вы увеличили численность за последние три года с 6300 человек до 7300. Это более чем 10%. Это очень большой рост профсоюза. То, что государственные случаи, муниципальные случаи и работники бюджетных учреждений вступают, это говорит о чем? Это говорит о том, они имеют соответствующее доверие. В преддверии векового юбилея по всей стране проходят семинары. Один из них пройдет и в Чувашии. Мы проводим семинар совещания профсоюзных кадров и активы Волговятского региона. К нам приезжают наши коллеги. Будем делиться опытом, как развиваться дальше, обсуждать наши перспективы. Семинар стартует завтра в санатории Чувашия и продлится два дня. В Москве прошла первая партийная конференция направления 2026. В ее рамках представители Единой России обсудили решение задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным, а также вопросы обновления партии. Проведению форума предшествовали более 200 межмуниципальных и почти 90 региональных дискуссий по всей стране. Чувашии подобные дискуссии прошли в апреле в Красночитайском, Комсомольском районах и городе Новочпоксарске. Также состоялся региональный этап партийной дискуссии. Об итогах партийного форума в нашем сюжете. Секретарь регионального отделения партии Валерий Филимонов рассказал, что работа конференции проходила на трех дискуссионных площадках. Качество жизни – приоритет развития. Экономика роста и обновление партий партстроительства «Цифровая партия. Идеология прорыва». По итогам работы площадок были выработаны рекомендации, которые стали основой для резолюции партконференции. Итоги обсуждения по всем этим дискуссионным площадкам были подведены на пленарном заседании, совместном заседании членов Высшего Совета Партии и членов Генсовета Партии, где мы приняли резолюции. Громадная резолюция на 21 страницах. Конечно, мы его сегодня будем обсуждать, дорабатывать и в течение одного месяца с учетом всех замечаний от регионов. Включая даже каждого члена партии, мы его планируем в течение одного месяца утвердить эту резолюцию. В проекте резолюции конференции отмечается, что «Единая Россия» должна стать главной политической силой реализации указа президента – партии прорывного развития страны. Ее задача, как крупнейшей политической партии, основанной президентом России, использовать все свои возможности, чтобы национальные идеи, определенные в указе президента страны, были достигнуты в каждом регионе и муниципалитете, чтобы люди чувствовали реальные изменения к лучшему. Партия берет на себя и контроль исполнения всех программ, которые будут приняты. Но уже сегодня известно, мы знаем, во-первых, по внутрепартийной жизни, да, секретарь гернесовета Андрей Анатольевич Турчак объявил, и это было предложение и членов партии, чтобы сделать систему оценки деятельности депутатов всех уровней, начиная, значит, федерального уровня, регионального уровня и, значит, муниципального уровня. Это во-первых. Во-вторых, чтобы представительные функции депутатов, особенно на приемах с, значит, гражданами депутатской приемы, чтобы эти приемы проводили лично сами депутаты. Но кроме этого, уже озвучено было несколько проектов, в частности, чистая страна. Чтобы обеспечить решение задач, поставленных президентом России, «Единая Россия» должна соответствовать статусу ведущей политической силы страны. Партии необходим постоянный приток новых, молодых лиц, «Скадровая ротация», подчеркнул Валерий Филимонов. Евгений Романов, Галина Титарчук, Республика. Сегодня вся страна отмечает 100-летие пограничных войск России. Это один из самых почитаемых военных праздников. Отметить юбилей и вспомнить годы службы в Чувашию приехали защитники границ из разных уголков страны. Ольга Алексеева побывала в Урмарском районе, республике, на встрече сослужившихся с северо-восточного пограничного округа. Это люди разных профессий, у всех разные жизни и судьбы, но их объединяет один факт. Они все служили в северо-восточном пограничном округе в городе Петропавловск-Камчатский с 1987 по 1991 годы. Именно здесь, на окраине села Шаркистр на протяжении 28 лет ежегодно встречаются однополчане-пограничники. За два года службы они так сроднились, что никакая погода, никакие жизненные ситуации не могут помешать их встречам. Каждая такая встреча уникальна и незабываема, отметили пограничники. В этом году поздравить с юбилеем однополчан приехал командир взвода или батька, как его по-дружески тут называют. В Чувашии он впервые отметил красоты этих мест и важность прохождения службы в погранвойсках. Это не объяснить, что это такое. Это кусок Родины. Граница – это самое главное. Первые все удары были, любые войны, начиная с царских времен, принимала всегда граница пограничники. Поэтому и всю жизнь я отдал этой службе и не жалею об этом. Служил в погранвойсках. Это как бы основополагающий, был толчок в жизни. И это путь в жизнь дало. Это дисциплина, порядок и надежность. В погранвойска идет колоссальный отбор людей, уже на стадии просто отбора. И в погранвойска это попадает элита людей. Александр Николаев – уроженец села Шаркистры, инициатор, организатор и духовный вдохновитель встреч однополченцев на Чувашской земле. Всего это село насчитывает 56 пограничников. Личная встреча – это еще раз доказывать нашу непобедимую дружбу, великую дружбу, которую эти два года нас платили на всю жизнь. Как нас там учили быть самыми дисциплинированными, что мы первые всегда, на нас смотрит весь народ, вся Россия. Также мы продолжаем жить, не отступать никогда, выполнять поставленные задачи. В честь 100-летия пограничникам вручили юбилейные медали, почтили вниманием ветеранов и познакомили подрастающее поколение с основами службы в погранвойсках. Хотелось бы служить в погранвойсках, потому что мой брат служил в погранвойсках, дедушка тоже служил. Отечество надо защищать, Родину защищать, патриотом надо быть. За 100 лет существования погранвойск менялось многое – от формы до протяженности границ нашей страны. Главное – остается неизменным – верность воинскому долгу и мужество пограничников. Ура! Ура! Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика. Два с половиной часа. Тепла, света, доброты, замечательных песен и общения. В Чубаксарах состоялся живой концерт Виктории и Антона Макарских. Выступили они в рамках закрытия пасхального благотворительного марафона в поддержку программ благотворительного фонда «Время помогать». Сами артисты называют свои программы антидепрессивными. В этом убедилась и наша съемочная группа. История любви и счастливой семейной жизни. Творческий тандем. Виктория и Антон Макарский с удовольствием делились своими эмоциями, советами и рассказывали случаи из жизни. Каждая композиция искренняя, добрая и живая. За два с половиной часа артисты исполнили как новые, так и хорошо известные композиции. Кроме этого, зрители услышали песни и на итальянском, грузинском, французском языках и даже на иврите. Между композициями диалог со зрителем. Живой концерт – это в первую очередь общение. Молодой человек, покажитесь всем, повернитесь. Вот, это вам. Как вас зовут? Давид. Давид? Очень приятно. А вы петь любите? Петь любите? Да. Чубоксарах – артисты впервые. Антон и Виктория Макарские признались, что наша республика им очень понравилась и они планируют сюда приехать снова и снова с живым концертом. И, возможно, в следующий раз включат свою программу и песню на чувашском языке. Матушка возьмёт в ведро, в ведро улучшает, принесёт в роды. Стартовали от монумента Матери Покровительницы. Одни на 4 километра, другие на 10. Зелёный марафон прошёл в минувшее воскресенье в десятках городов, в том числе и в Чебоксарах. 56 городов, три страны, более 120 тысяч человек. Масштабные цифры зелёного марафона. В нашем городе спортивный праздник собрал более тысячи чебоксарцев. Его Сбербанк совместно с благотворительным фондом «Обнажённые сердца» проводит не в первый раз. Это не только, скажем, общественная акция по поддержанию здорового образа жизни и спорта, это ещё и социальные акции, это благотворительные акции по всей стране. Вот в этом году мы подумали, что было бы интересно сделать акцию по обучению наших детей правилам содержания домашних животных. Мне кажется, это очень правильно показать нашим детям, как этим нужно правильно заниматься. Быть участниками этого мероприятия сегодня очень важно для того, чтобы действительно призвать всех, обратить внимание всех, что нужно вести активный образ жизни. И самое главное, наверное, обратить внимание всех, что есть сегодня люди, которые ждут от нас помощи. И, соответственно, данное мероприятие, оно, в общем-то, и несёт и социальный статус, социальный характер. Больше всего любителей спорта вышло на старт дистанции 4 километра 200 метров. Этот путь выбрала и чемпионка мира и Европы по спортивной ходьбе Алина Иванова. Для любителей бега, ну, не всегда хватает для любителей бега стартов. Поэтому это плюс один ещё старт, где они могут, как сказать, проверить свои силы, посмотреть, на что они готовы, и, конечно, получить массу удовольствия. Марафонцам, которые бежали 4 километра, пришлось обогнуть Чебоксарский залив дважды. Самая длинная дистанция, 5 кругов вокруг залива, для кого-то вызов себе и своей физической форме. Для профессиональных спортсменов нашлись и такие. Это небольшая разминка, как для Александра Новикова, первым завершившего 10-ти километровку. Я бежал как тренировку, можно сказать, не в полную силу. Последние 3 километра чуть только прибавил, и всё. На прошлой неделе я полумарафон стартовал. 21 км. Классные соревнования. Надо сейчас чаще проводить такие соревнования. Очень здорово. Для здоровья. И вообще развлекательно, всё красиво, хорошо. Самых быстрых выявляли и в детских забегах. Причём только бегом спортивный праздник не ограничился. Возле залива развернулись различные развлекательные площадки. Как и положено в спорте, награды нашли своих героев. Победители взрослых и детских забегов получили медали, грамоты и подарки. Ирина Волкова, Леонид Путилов, Николай Яковлев. Республика. На прошлой неделе мы с головой окунулись в мир кино. В столице Чувашии прошёл Чебоксарский международный кинофестиваль. Его программа была разнообразна. 11-й праздник кино стал по-настоящему международным. В основном программе было представлено три иностранных фильма. Один из них – «Турецкое седло». Получил сразу три статуэтки. За лучший сценарий, главную мужскую роль и специальный приз жюри. Накануне в гости к нам в студию пришёл актёр, сыгравший главную роль в фильме – Валерий Маслов. Программу «По существу» с Валерием Масловым смотрите сразу после информационного выпуска. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова